Биологический вид, к которому мы все относимся, как я, так и уважаемые слушатели, носит латинское название Homo sapiens. С момента возникновения представители нашего вида начали решать задачи, связанные с выделением, сохранением и передачей знаний. Эта деятельность позволила виду не только выжить, но и занять привилегированное место в животном мире. Наш курс посвящен инженерии знаний, дисциплине, которая направлена на создание методик и инструментов, обеспечивающих оптимальный процесс преобразования информации в знания и обмена знаниями между субъектами, обладающими интеллектом, как естественным, так и искусственным. Впервые об управлении знаниями задумались разработчики интеллектуальных систем в информатике. Одновременно постановка этой проблемы сопрягается с междисциплинарным подходом к изучению знаний и касается разных сторон социокультурной практики в областях философии, психологии, лингвистики, математики, менеджмента. Процессы взаимодействия принципов и предоставления картин реальности, формирующихся в различных науках, все более усиливаются. Все чаще изменения этих картин реальности протекают путем парадигмальной прививки идей других наук, а не под влиянием внутридисциплинарных факторов. Происходит постепенное стирание жестких разгонечительных линий между картинами реальности, которые определяют видение предмета в рамках той или другой науки. Появляется целостная общенаучная картина мира. Понятие информации становится таким же фундаментальным, как материя и энергия, поскольку в сложных саморазвивающихся системах друг в друга проникают не только вещество энергии, но и информация. В самом начале нашего курса я хотел бы акцентировать внимание слушателей на важном понятии, неразрывно связанном как с созидательной деятельностью человека, так и с процессами инженерии знаний, хотя не явно. Это понятие – время жизни человека. Мы не часто задумываемся о самом главном ресурсе человеческой жизни – времени. Мы его получаем при рождении и часто беспечно расходуем. Обычно на него покушаются события, в которые мы вовлечены, окружающие нас люди и информационные потоки. На слайде для фиксирования вышесказанного помещена фотография памятника потерянного времени, установленного в Париже, а также приведена цитата из произведения «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла про то, что время не любят, когда его убивают. Фундамент общественных отношений – символический обмен поступками и благами. Формально, всеобщий эквивалент – это деньги, на которые обмениваются различные товары, работы и услуги. Практически все продается и покупается за деньги. Отсюда выражение – деньги правят миром. Создается иллюзия, что они на самом деле являются важнейшим благом. Но так ли это? Какую ценность представляют деньги для человека, которому грозит немедленная смерть, или который находится на необитаемом острове? По всей видимости, никакую, ведь он попросту не сумеет ими воспользоваться. Деньги имеют ценность лишь потому, что позволяют человеку приобретать определенные блага и улучшать тем самым свою жизнь. При этом, если деньги – это восполнимый ресурс, то время жизни нет. Поэтому совершенно справедливо отмечается, что время стоит дороже денег. Нобелевский лариат по экономике Гэри Беккер в своих работах отмечает, что единственным редким ресурсом человека выступает ограниченное количество его времени. Деньги являются лишь инструментом, при помощи которого человек пытается улучшить свою жизнь. Фактически, основополагающим эквивалентом в социальном обмене является время жизни человека, как ценность, детерминирующая его мировоззрение и поступки. Самым простым выражением ценности времени является его необратимость. Наиболее важный критерий ценности времени – наличие смысла жизни, что придает значимость происходящему и желательность будущему. Время жизни, будучи благом, имеет определенную полезность, изменения которой и предопределяют поведение человека. Чем меньше перспектив в будущем фиксировать субъект, тем меньше указанная полезность. Например, одним из объяснений девиантного поведения является низкая оценка времени собственной жизни, отсутствие перспектив в будущем. Повышение уровня знаний, безусловно, повышает полезность времени жизни человека знающего и дарит ему более глубокое понимание и восприятие мира. Для примера возьмем известное стихотворение Иосифа Бродского «Письма римскому другу». Нынче ветреные и волны с перехлестом, скоро осень, все изменится в округе, смена красок этих трогательней посту, чем наряды переменного подруги. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известия, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называется созвездие. Понт шумит за черной изгородью пени, чье-то судно с ветром борется у мыса, на рассохшейся к скамейке старшей плини, дрозд шебечет в шевелюрике париса. Только человек, обладающий знаниями из нескольких предметных областей, найдет объяснение, почему в стихотворении появляется образ старшего плиния. Это вопрос к слушателям, на который я дам ответ на следующем занятии, если вы не догадаетесь сами. Безусловно, что все слушатели спецкурса и преподаватели являются хомо, а также, безусловно, что при этом мы все являемся сапиенс, но в различной степени. Задачей нашего курса является повышение степени сапиенс каждого слушателя. Это утверждение может быть более или менее обидным, и зависеть это будет от семантики, смысла понятий, составляющих это латинское словосочетание. Как ни странно, но оказывается, это понятие неоднозначно. Вернее всего, большинство слушателей неизвестно, что дословным значением перевода с латыни на русский язык, словосочетание хомо сапиенс, является человек, знающий, а не устоявшийся в информационной среде, а следовательно и в картине мира, большинство носителей русского языка, человек разумный. Латинское понятие хомо сапиенс образовано от активного причастия глагола сапера – знать. Согласитесь, что широко распространенное понятие «человек разумный» имеет принципиально иной смысл. Расхождение смысла понятий на различных языках приводит к серьезным последствиям. Наблюдаемое нами в данном случае явление, выраженное в подмене смысла, называется когнитивным искажением. Подобные искажения, возникающие довольно часто, вносят ошибки в процесс формирования достоверных знаний. К сожалению, когнитивные искажения возникают не только в процессе перевода, но и во многих других случаях, возникающих в процессе простого вербального обмена знаний. Поскольку вербальность является на сегодня основным способом коммуникации между носителями естественного интеллекта, это является значимым фактором для взаимопонимания при коммуникациях в общем и передаче знаний в частности. Когнитивные искажения, приводящие к когнитивным ошибкам и мешающие нам в основной деятельности хомо сапиенс превращению во все более знающего субъекта – что же это? Понятие «когнитивные искажения» было введено Даниэлем Каннеманом и Амосом Тверски относительно недавно, в 1972 году, и наряду с понятием «когнитивные ошибки» получилось широкое распространение. Под когнитивными искажениями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе неточных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и которые легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Таким образом, речь идет не о случайных ошибках, а о таких, которые предсказуемо возникают в одних и тех же обстоятельствах. Тема ошибок мышления, когнитивных, языковых, логических, имеет долгую историю. Так, логические ошибки мышления были выявлены и систематизированы еще Аристотелем. Прошло более двух веков лет развития логики, а люди до сих пор делают все те же ошибки. Почему? Только в последние десятилетия раскрытие механизма работы мозга человека, благодаря важным открытиям в области наук о мозге, позволило объяснить причины ошибок мышления. Однако оказалось, что объяснение причин ошибок еще не означает, что человечество может быть избавлено от них. Вы все можете знать о когнитивных искажениях, понимать их природу, даже знать, как с ними бороться, но ваш мозг все равно будет их производить. Он так устроен с багами. Объяснение ошибок мышления работы мозга подвело к пересмотру представления о человеке, как всегда поступающем рационально, и потребовало более внимательного отношения к ошибкам мышления и в целом понятию рациональности. Поскольку основной задачей дисциплины инженерии знаний, которой посвящен наш курс, является преобразование информации в знания, следует учитывать влияние на эти процессы когнитивных искажений, мешающих качественному выполнению этой задачи. Рассмотрим причины когнитивных искажений и возникающих по этой причине ошибок несколько подробнее. Нобелевский лауреат 2002 года Даниэль Каннеман в книге «Думай медленно, решай быстро» анализирует ошибки оценочных суждений и их выбора. Его подход основан на представлении о работе мозга в двух режимах, которые он называет «Система-1» – режима быстрого автоматического мышления, и «Система-2» – режим медленного мышления, требующего определенного усилия, например, умножить 17 на 24. Дэвид Каннеман отмечает, что, думая о себе, мы подразумеваем «Систему-2» – сознательное «я», имеющее убеждение и принимающее решение, о чем думать и что делать. Однако, несмотря на то, что «Система-2» считает себя главной, но именно «Система-1» порождает впечатления и чувства, которые являются главным источником сознательного выбора. Система-1 генерирует удивительно сложные схемы мыслей, а «Система-2» упорядочивает их в определенной последовательности шагов. Система-1 отвечает за видение и ориентацию. Это требует непрерывного внимания. Система-2 контролирует поведение и отвечает за самоконтроль. По мнению Каннемана, одной из главных характеристик «Системы-2» является ленность, нежелание тратить силы больше необходимого. Но с нашей точки зрения, правильнее назвать это оптимальным подходом к решению вопросов. «Система-1» импульсивна и интуитивна. «Система-2» способна к рассуждениям и осторожно. Наша интуиция иногда нас подводит, и из-за этого мы принимаем неправильные решения. Каннеман отмечает, что люди слишком самоуверены, склонны чересчур доверять собственной интуиции. Очевидно, многим претят умственные усилия, и их стараются избежать любым возможным способом. Тех, кто избегает греха интеллектуальной ленности, Каннеман называет вовлеченными. Они внимательнее, интеллектуально активнее, менее склонны удовлетворяться поверхностно привлекательными ответами, более скептически относятся к своей интуиции. В нашем случае мы отнесем категории вовлеченных тех слушателей, которые не спешили с ответом «человек разумный» в определении «homo sapiens». Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины когнитивных искажений, приводящие к возникновению когнитивных ошибок. Прайминг – эффект предшествования, фиксированная установка. Теория прайминга объясняет механизм памяти на основе ассоциаций, отдельные мысли и чувства, испытанные в прошлом, вспоминаются и ассоциируются с новой информацией. Идеи и представления, связанные с определенными эмоциями, стимулируют ассоциирующие с ними чувства и реакции. Прайминг проявляется в изменении скорости или точности реакции на последующие стимулы, или же в более вероятном спонтанном воспроизведении первого стимула в подходящих условиях. Основная часть работы мышления проходит скрытно от сознательного «я». Мысль об ограниченном доступе к собственному разуму трудно принять, поскольку она не соответствует нашим ощущениям. Тем не менее, мы знаем о себе меньше, чем нам кажется. В частности, мы не осознаем события, которые влияют на наши действия, а также влияние идей, концепций и слов. Но именно в результате их влияния формируются определенные установки. Канеман приводит пример. Мысль о деньгах дает установку на индивидуализм, нежелание взаимодействовать, откликаться на просьбе. Мысль о старости заставляет людей медленнее ходить. Эффект предшествования довольно устойчив и широко используется для манипуляции сознанием людей, например, в голосовании. Тем не менее, мы не полностью зависимы от того, какие установки нам дает окружающая среда. Эффект предшествования устойчив, но не силен. Исследование эффекта предшествования прайминга ставит под сомнение наше восприятие себя как сознательных и независимых творцов своих суждений и сознательных выборов. Прайминг – эффект предшествования, фиксированная установка. Психологии представляют механизм имплицитной памяти, обеспечивающий неосознанное и непроизвольное влияние некоторого стимула на обработку последующих стимулов. Прайминг проявляется в изменении скорости или точности реакции на последующие стимулы. Работа системы 1 создает ощущение когнитивной легкости с иллюзиями правды, приятными чувствами и пониженной бдительностью. В мозгу постоянно идет работа. Постоянно проверяются и обновляются ответы на вопросы. Происходит ли что-то новое? Нет ли угрозы? Все ли идет хорошо? Не нужно ли переориентировать внимание? Не нужно ли затратить на это знание больше усилий? Одна из целей системы 1 – определить, нужно ли включить более серьезную работу в систему 2. Что дает ощущение когнитивной легкости? В результате повторения события кажется знакомым. Четкое отображение текста создает иллюзию правильного содержания. Подготовленная мысль кажется хорошей. Хорошее настроение создает иллюзию отсутствия угрозы. Связь позитивных эмоций с когнитивной легкостью эволюционно обусловлена. Она позволяет различать опасные и безопасные предметы и места обитания. А также формирует простейшую базу для социальных отношений. Таким образом, они являются основой связанности и социальной организации, главных источников психологической и социальной стабильности. Каннман рассматривает несколько когнитивных ошибок. Например, ошибка поспешного вывода. Механизм поспешных выводов основан на том, что система 1 не отслеживает альтернативы, игнорирует сам факт их существования, подавляет сомнения. Альтернативами и подверженностью к сомнениям ведает система 2. Но если она ослаблена, получаем ошибку поспешных выводов. Когда система 2 ослаблена, что, например, может быть обусловлено усталостью, человек готов поверить чему угодно. Так, например, известно, что реклама влияет сильнее на усталых людей. Система 1 работает только с текущей информацией. Она строит наилучшую из возможных историй о действительности. Но когда информации мало, система работает как механизм для поспешных выводов. Склонность делать поспешные выводы из ограниченного количества данных Каннеман называет эффектом «вьюсиалти». Сокращение фразы «what you see is all there is» «что ты видишь, то есть». Механизм «вьюсиалти» влияет на субъективную уверенность. Мы часто не учитываем возможность того, что у нас нет данных для формирования суждений. То есть, мы учитываем только то, что есть. Например, на вопрос, будет ли Александр хорошим лидером, если нам известно, что он умный и сильный, нам приходит в голову быстрый ответ «да». Однако, мы поторопились. Каннеман отмечает, что оценивая Александра в роли лидера, необходимо было начать с вопроса «что нужно знать, чтобы сформировать мнение о хорошем лидере?» Механизм работы системы 1 в этом случае был следующим. С первого же прилагательного система 1 принялась за самостоятельную работу. Умный – хорошо. Сильный – отлично. Это лучшая история, которую можно построить по двум прилагателям. И система ее создала с большой когнитивной легкостью. Теперь, даже если появится новая информация, например, что Александр склонен ко лжи, историю пересмотрят, но субъективного дискомфорта не будет. Первое впечатление все равно кажется предпочтительным. Эффект в Юсиалте состоит в том, что ни количество, ни качество доказательств не влияет на субъективную уверенность отдельных индивидов. Вера в собственные убеждения зависит от качества истории, составляемой на основании увиденного, даже если увиденного немного. Фрейминг – от английского слова frame, рамка, обрамление. Это процесс управления смыслом информации путем отбора и освещения одних аспектов темы и исключения других. Форма подачи информации влияет на ее восприятие человеком и приводит к когнитивным искажениям. Одно и то же утверждение, в зависимости от формулировки и смысловых акцентов, может быть представлено как в негативном, так и в позитивном свете, в качестве выгоды или потери. Когда мы сообщаем наши фреймы другим, мы управляем смыслом, потому что мы утверждаем, что наше толкование темы должно быть воспринято как истинное по сравнению с другими возможными объяснениями. Например, утверждение выжимаемость в течение месяца после операции составляет 90%, успокаивает больше, чем эквивалентное утверждение смертность в течение месяца после операции составляет 10%. Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одно из них, для него существует лишь то, что он видит. Когнитивные искажения возможны при поступлении информации как в вербальном, так и в визуальном виде. В качестве примера визуального фрейминга на текущем слайде представлена оптическая иллюзия Эббенхауза или круги Титченера. Два оранжевых круга имеют совершенно одинаковые размеры, тем не менее, левый круг кажется меньше, и это вопрос формы представления информации. Два круга, идентичные по размерам, помещаются рядом, причем вокруг одного из них находятся круги большего размера, тогда как другой окружен мелкими кружками, при этом первый круг кажется меньше второго. Хотя обычно считается, что этот обман зрения, связан с восприятием размеров, недавно появилось мнение, что критическим фактором возникновения этой иллюзии является расстояние центрального круга от других кругов, окружающих его, и замкнутость кольца. Если окружающие круги располагаются близко к центральному кругу, он кажется больше, и наоборот, если они находятся на большом расстоянии, центральный круг выглядит меньше. Очевидно, размер окаймляющих кругов определяет, насколько близко они могут находиться от центрального круга, приводя во многих исследованиях путаницы между двумя показателями размера и расстояния. Количество причин и видов когнитивных искажений велико, и они многообразны. Существуют ошибки в оценочных суждениях, которые появляются под влиянием эмоций, например, страха или ненависти. Можно выделять различные группы когнитивных искажений, например, социально обусловленные искажения. Эффект большинства. Человек – существо коллективное. Нам нравится быть как все, даже если мы сами это не всегда осознаем. В ситуации, когда приходит время массового выбора победителя или фаворита, индивидуальное мышление уступает место групповому. Так политики не любят опросы, в них налицо эффект подражания, который отвечает за распространение форм поведения, социальных норм и идей среди групп людей вне зависимости от того, какие мотивы или основания есть у этих людей. Отрицание вероятности. Люди не в состоянии правильно оценить риск или опасность того или иного события, занятия. Так, например, автокатастрофы имеют вероятность 1 к 84, катастрофы самолетов – 1 к 5000, но последних боятся больше, чем первых. Эффект ложного консенсуса. Бессознательно мы склонны полагать, что другие мыслят точно так же, как мы. Мы уверены, что большинство окружающих разделяют наши убеждения, даже если у нас нет для этого никаких оснований. Проецировать свой способ мышления на других людей очень легко, но крайне трудно научиться проецировать на себя мысли и взгляды других людей. Это когнитивное искажение часто приводит к эффекту ложного консенсуса. Например, члены террористических организаций склонны преувеличивать число своих сторонников. Эффект привязки или якоря. Форма когнитивной предвзятости, заставляющая людей сосредотачиваться на первой доступной информации, привязке, данной им при принятии решения. Это явление особенно влияет на решение относительно числовых значений, таких как, например, ценообразование. Подобный эффекту кадрирования, то, как представлено значение привязки, может повлиять на решение клиента о покупке. Поскольку нашей задачей является только общее описание проблемы, не углубляясь в эту тему, подведем некоторый итог. Когнитивные ошибки неизбежны. Они ведут к искажению реальности, являются причиной неразумных оценок, выводов, решений и поступков. Мы ошибаемся в том, как думают другие. Нам кажется, что другие думают так же, как мы, оценивают события так же, как мы. Когнитивные ошибки ведут к коммуникативным провалам, эффектам, показывающим, что намерения говорящего получить информацию о предупреждении не достигли своей цели. Это возможно, например, в ситуации, когда вместо ответа на вопрос звучит не сообщение информации, а встречный вопрос или ответ на другой вопрос. Основная задача в том, чтобы улучшить нашу способность узнавать когнитивные искажения. Поскольку умственная работа проходит скрыто, то следует обращать внимание на условия и обстоятельства возникновения ошибок. Следует распознавать ситуации, в которых возможны ошибки, а они, как правило, стандартные, и стараться избегать их. Каннаман отмечает, что у нас получается лучше увидеть ошибки других. Со временем можно будет научиться узнавать ошибки и у себя. Приведу пример еще одного значимого когнитивного искажения при переводе, которое коснулось нас всех и продолжает оказывать влияние на наши оценки в важной области. Речь идет о понятии искусственный интеллект. Термин Artificial Intelligence родился в 1956 году как отражение того наивного оптимизма начального периода. Ко большинству энтузиастов казалось, что до создания искусственного интеллекта почти рукой подать. Термин был предложен организатором Дартмутского семинара Джоном Маккарти, который таким путем хотел отделить эту сферу от связанной с ней кибернетики. Маккарти признал, что название никому не нравилось, поскольку целью было создание настоящего, а не искусственного интеллекта. Но для обозначения новой темы и возможности запроса финансирования для нее необходимо было новое название, и таким образом это словосочетание было запущено в жизнь. Примером наивного взгляда на простоту решения задач искусственного интеллекта могут служить представления одного из большой четвертки участников Дартмутского семинара, Марвела Минского, вручившего своему аспиранту видеокамеру и компьютер, поручив ему за лето разработать программу по распознанию изображений. Ту задачу, которой специалисты на настоящее время не занимаются, нельзя считать ее окончательно решенной. К тому же возникает проблема семантического значения понятия Artificial Intelligence при переходе к русскому языку. В английском языке это словосочетание не имеет столь антромоморфной окраски, которую оно приобрело в традиционном русском переводе. Слово Intelligence в используемом контексте скорее означает умение рассуждать разумно, а вовсе не интеллект, для которого есть английский аналог Intellect. Проблемы в реализации процесса передачи знаний создают не только когнитивные искажения, но и прямые потери при коммуникации между субъектами передающим и получающим знания. Поскольку значительный объем знаний человек получает от других людей в результате обмена знаниями между обладателями естественного интеллекта, то ключевое значение в приобретении новых знаний имеет система коммуникации между людьми и организация каналов связи, по которому осуществляется этот процесс. К сожалению, поскольку идеальных каналов связи не может существовать природе, при передаче знаний неизбежны потери. Все мы представляем, что при разговорном общении вербальным способом передачи знаний часть информации неизбежно теряется. Мы не осознаем, насколько эти потери серьезны. На текущем слайде приведена в графическом виде усредненная оценка этих потерь. Лишь 25 того, что я говорю сейчас по оценкам специалистов останется в вашей памяти. В схеме передачи информации источник кодер канал декодер приемник ошибки возможны на всех шагах, но обратим внимание на тот промежуточный уровень, когда мы пытаемся раскодировать сигнал, то есть нам что-то говорят, а мы хотим понять или быть понятыми правильно нашими собеседниками. Для этого надо задуматься о том, что мы говорим. Не все люди могут задуматься. Для этого надо обладать хорошими показателями по одному из когнитивных стилей, так называемой рефлексивности. Хорошая новость, рефлексивность полезна, а плохая в том, что невозможно поменять свой когнитивный стиль. Он так же, как цвет волос и глаз, неизменный на всю жизнь. Если человек нерефлексивен и сначала говорит, а потом думает, то те вещи, о которых сейчас идет речь, ему не очень пригодятся. Но знать об этом все равно полезно. Проблема потери информации при ее передаче формализованно описывается в модели коммуникации Шеннона Уивера. Информация, как концепция, впервые была изучена в математических и технических науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация является элементом кибернетической модели. Ее объем характеризуется неопределенностью. Такая модель кибернетической информации была создана Клодом Шенноном и Ореном Уивером. Шеннон совместно с Уивером в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации», где, отталкиваясь от идеи русского математика Андрея Андреевича Маркова, обосновывали принципы передачи информации. Шеннон ввел понятие информационной энтропии как меры неопределенности в сообщении. Энтропия в теории информации, согласно утверждению Шеннона, выступает как мера неопределенности состояния или поведения системы в данных условиях. Энтропия выступает мерой неопределенности, а информация – это коммуникация, связь, в процессе которой уменьшается неопределенность. По Шеннону понятие информации в теории коммуникации не связано с тем, что мы говорим, а с тем, что мы могли бы сказать. То есть информация – это мера свобода выбора, когда человек выбирает сообщение, выбирает то, что он хочет сказать. Процесс передачи информации по Шеннону Уиверу выглядит следующим образом. Источник информации, производящий сообщения, передатчик или кодировщик, преобразующий сообщения в сигналы, поддающиеся передаче, канал как средство передачи сигнала, декодер или ресивер, реконструирующие сообщения из сигнала, приемник, например, субъект, получающий сообщение. Данная схема, состоящая из пяти элементов, получила название цепь Шеннона Уивера или трансмиссионная модель, став прочной основой современных теорий передачи информации. Таким образом, модель включает пять элементов – источник информации, передатчик, канал, приемник и целевое назначение, расположенное в линейной последовательности. Передовая информация, называется сообщением от источника через передатчик, выдается в канал связи, который обеспечивает доставку получателя. Помимо этих терминов, Шеннон ввел понятие шума. В дальнейшем это стали связывать с понятием энтропии и, наоборот, негантропии и избыточности. Энтропия, шум, в теории коммуникации связаны с теми внешними факторами, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и возможность точного восприятия приемником. Любой шумный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. На скоростях выше этого ограничения неизбежны ошибки, передаваемые информацией. Но снизу, к этому пределу, можно подойти очень близко, обеспечивая соответствующим кодированием информации достаточно малую вероятность ошибки при любом шуме в канале. Разумеется, есть предел допустимого порога шума, для которого возможность понимания резко снижается. Особенно сложно понять в шумных средах сообщения с использованием незнакомого кода. Модель коммуникации Шеннона и Уивера описывает три элемента – отправитель, канал, получатель. Ученые тоже вводят термин «шум» как отсутствие связи в присутствии всех трех элементов коммуникационной модели. Шеннон и Уивер описывают три уровня проблем, характерных для данной модели. Техническая проблема – насколько точно может передаваться сообщение. Семантическая проблема – как передается смысл. Проблема эффективности – насколько эффективно значение сообщения влияет на поведение. Термин «сообщение» означает, что информация отправляется в такой форме, что она будет понятна как отправителю, так и получателю. Все это описывает теорию общения. Объектами, описанными в этой теории, является сообщение отправителя-получателя. По сути, предложенная модель коммуникации является аналогией с телефоном. Время разговора ограничено, а телефонная связь неустойчива. Главным недостатком его технологии ученые считают то, что разговор сопровождается постоянными помехами, шумами, возникающими на линии связи. Частотный диапазон канала, как правило, ограниченный. Абоненты могут не понимать язык друг друга. Понятно, что в этой ситуации они пытаются увеличить объем информации, передаваемой по линиям связи. Точно так же связь через телеграф и радио. Их использование также увеличивает шум, понимаемый в техническом смысле, как любые искажения или помехи, отличающиеся от полезного сигнала или сообщения, предназначенного для передачи. Математическая теория коммуникации изначально разрабатывалась для разделения шума от полезных данных, передаваемых источником. По мнению Шеннона, преодоление шумов может быть достигнуто путем использования избыточной сигнала. Понятие избыточности, повторение элементов сообщения для предотвращения сбоев в общении, часто демонстрируется на примере естественных человеческих языков. Считается, что все языки приблизительно наполовину избыточны. Можно залить чернилами половину слов текста или стереть половину слов в радио, но все еще собеседник будет в состоянии их понять. Разумеется, есть предел допустимого порога шума, для которого возможность понимания резко снижается. Особенно сложно в шумных средах понять сообщения, используя незнакомый код. Исследователи считают недостатком то, что математическая теория общения Шеннона абстрагируется от удержания смысла передаваемой информации, полностью ориентируясь на ее количество. Важно только передать количество передаваемых сигналов. С точки зрения Шеннона, информация – это противоположность энтропии, неопределенности, беспорядка. Это возможность уменьшения неопределенности. Чем больше информации содержит система, тем выше степень упорядоченности. Шеннон отмечает, что слишком большой объем информации также увеличивает степень неопределенности. Возникает информационный шум. Если искать в модели Шеннона Уивера место когнитивных искажений, введенной нами ранее, то эта точка находится не в информационном канале и не относится к шуму, а относится к проблемам декодера, реконструирующему сообщение сигнала. Дело в том, что при организации обычной коммуникации в области связи и кодер, и декодер создаются одним и тем же субъектом – оператором связи. В этом случае кодовые таблицы в кодере и декодере одинаковы. В нашем случае кодовыми таблицами субъекта, отправляющего информацию, принимающего ее, являются их индивидуальные картины мира, с соответствующими различиями. Как правило, эти картины мира не могут быть абсолютно идентичными. Когнитивные ошибки возникают в силу различия этих картин, и их объем находится в прямой зависимости от степени различия картин мира. На сегодня основным инструментом передачи знаний является язык и вербальный способ обмена текстовой информации в письменном или озвученном виде. Остальные методы – графика и видео – являются инструментами в разной степени успешности, дополняющим основной способ обмена информацией. В современной системе образования при всем многообразии применяемых подходов ведущая роль также сохраняется у словесных методов обучения. Через слова мы выражаем мысли и получаем новые знания. Вербальные средства лежат в основе взаимодействия передающего знания и их получающего. Проблема, на которую следует обратить внимание, это расширение расхождения в языковой системе понятий слова и понятия, что все более затрудняет взаимопонимание в процессе обмена знаниями. Невероятное ускорение цивилизационных изменений в 21 веке, которые можно выразить фразой «никогда еще изменения не были такими быстрыми и уже не будут такими медленными, как сегодня в 21 веке», требует для описания меняющейся картины мира все новых понятий, однако языковое семантическое поле не успевает за этим. Для описания растущего числа новых открытий, происходящих в науке и технологиях, не находятся новых слов и понятий, точно их описывающих, и приходится использовать уже существующие. Таким образом, можно заметить, например, что семантические поля, словосочетания, искусственный интеллект и большие данные невероятно расширяются. Во многих случаях люди не видят четкого различия между понятиями слова и понятия, и это различие ключевое для антологических систем, относящихся к инженерии знаний. Для понимания процесса освоения человеком знаний требуется разобраться со сложным, изменяющимся понятием, называемым «картина мира». Что это? Описание общего представления мира обществу или частное представление о мире каждого человека? К сожалению, и то, и другое. Вновь язык, который на настоящий момент является единственным инструментом освоения знаний, приводит нас к неопределенности. Семантическое поле понятия картины мира широко, и границы его подвижны. Это следует учитывать, чтобы избежать когнитивных ошибок. Многозначен терминологический статус понятия картины мира и его отношения к производным картинам мира – религиозной, мифологической, художественной, научной. А также к вопросу допустимости синонимии картины мира, моделей мира, образа мира в различных дисциплинах. Антропоцентризм, ставший в 20 веке основным вектором развития многих наук, привел к обновлению их категориального аппарата терминами и понятиями, статус которых до сих пор трактуется неоднозначно. Одним из таких элементов, содержание которого продолжает интуитивно варьироваться исследователями в силу сложности разграничения в нем субъективного и объективного компонентов, является картина мира. В некоторых сферах науки она осталась понятием, в других используется и как понятие, и как термин. Как правило, автором термина называют философа Людвига Вигенштейна, который в 1918 году в логико-философском трактате говорил о картине мира или картине действительности. В начале 20 века словосочетание картины мира встречается и в работах филологов, философов, культурологов и антропологов, а также представителей естественных наук. В их работах о картине мира традиционно говорится как об изображении, отражении, отображении, что свидетельствует о буквальном, непереносном значении и о ее понятийном статусе. Такое понимание обнаруживается преимущественно в естественных науках. Например, в физике это совокупность внутренних образов, внешних предметов, из которых логическим путем можно получать сведения относительно поведения этих предметов. В данном случае речь идет не о естественном формировании субъективных представлений об окружающем мире, а о логическом построении объективной, символьной, математической системы мира. Мнение лингвистов по этому поводу также неоднозначно. В лингвистике под языковой картиной мира понимается зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности. Также языковая картина мира сложно организованное семантическое пространство. Также отраженное в языке и выраженное с помощью языка упорядоченное представление об устройстве окружающей реальности. И, наконец, часть концептуального мира человека, которая имеет привязку к языку и преломлена через языковые формы. Подводя итог, можно сказать, что языковая картина мира система, фиксирующая результаты работы сознания, но не самостоятельное пространство, так как язык не может создавать отдельного от человеческого создания мира. Он сам по себе уже выражает человеческий мир как форму отражения объективного мира. Мои вопросы к слушателям задаваемой в ходе занятий это также способ оценить сходство и различия наших картин мира с целью учета выявленных различий для оптимизации процесса перехода информации в знания. Сильные различия участников коммуникации в картинах мира мешают информационному обмену и препятствуют процессу передачи знаний. В некоторых случаях значительные различия могут приводить к конфликтам. В качестве примера приведу отрывок из повести Лазаря Лагина старик Хатабыч поскольку вероятно что это произведение входящее в картину мира моего поколения отсутствует в картинах мира слушателей внесу дополнительную информацию о произведении и эпизоде. Старик Хатабыч повесть сказка о приключениях пионера Вольки Костылькова обнаружившего кувшин с просидевшим в нем три с половиной тысячи лет джином по имени Гасан Абдрахман Ибн Хатаб благодарный своему спасителю Хатабыч начинает служить ему творя всевозможные чудеса в цитируемом эпизоде речь идет о помощи Вольки при сдаче экзамена по географии по географии вскричал старик и торжественно поднял свои сохшие волосатые руки тебе предстоит экзамен по географии знай же о изумительнейшей из изумительных что тебе неслыханно повезло ибо я больше кого-либо из джинов богат знаниями по географии я твой верный слуга Гасан Абдрахман Ибн Хатаб мы пойдем с тобой в школу да будут благословенны ее фундаменты крыша я буду тебе незримо подсказывать ответы на все вопросы которые будут тебе заданы и ты прославишься среди учеников своей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города наконец Волька решился взял первый попавшийся билет медленно медленно пытая свою судьбу раскрыл его и с удовольствием убедился что ему предстоит отвечать про Индию как раз про Индию он знал много он давно интересовался этой страной ну что же сказал директор докладывай начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику он хотел раскрыть рот и хотел сказать что полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям треугольник что омывается этот огромный треугольник Индийским океаном и его частями Аравийским морем на западе Бенгальским заливом на востоке что на этом полуострове расположены две большие страны Индии и Пакистан что населяет их добрый миролюбивый народ со старинной богатой культурой и так далее и тому подобное но в это время в соседнем классе Хатабыч прилинул к стенке и трудолюбиво забармотал приставив ко рту ладонь трубкой Индия о высокочтимый мой учитель находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями ибо на восток от нее не живут ни звери ни птицы Индия очень богатая страна и богата она золотом которое там не копают из земли как в других странах они устанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи каждый из которых величины почти с собаку они роют себе жилища под землей и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и самородки и складывают большие кучи но горе тем индийцам которые без должной сноровки попытаются похитить это золото муравьи пускаются за ними в погоню и настигнув убивают на месте с севера и запада Индия ограничится страной где проживают пляшивые люди и мужчины и женщины и взрослые и дети все пляшивы в этой стране и питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками а еще ближе к ним лежит страна в которой нельзя ни смотреть вперед ни пройти вследствие того что там в нечислим множестве рассыпаны перья перьями заполнены там воздух и земля они-то и мешают видеть постой постой костыльков улыбнулась учительница географии никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних на географию Азии ты расскажи современные научные данные об Индии то что я имел честь сказать тебе о высокочтимой Варваре Степановне основано на самых достоверных источниках и нет более научных сведений об Индии чем те которые я только что с твоего разрешения сообщил тебе с каких это пор ты костыльков стал говорить старшим ты удивилась учительница географии и прекрати пожалуйста отвечать не по существу ты на экзамене а не на костюмированном вечере если ты не знаешь этого билета то честнее будет так и сказать кстати что ты там такой наговорил про земной диск разве тебе неизвестно что земля шар известно ли Вольке Костылькову действительному члену астрономического кружка при московском планетарии что земля шар да ведь это знает любой первоклассник но Хатабыч за стеной рассмеялся из Волькиного рта как наш бедняга не старался сжать свои губы сам по себе вырвался высокомерный смешок ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником если бы земля была шаром воды стекли бы с нее вниз и люди умерли бы от жажды а растения засохли земля у достойнейшей и благороднейшей из преподавателей и наставников имела и имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой называемый океан земля покоится на шести слонах а те стоят на огромной черепахе вот как устроен мир у учительницы обращая внимание слушателей на то что рассмотренный эпизод метафорически служит примером некачественной помощи плохо обученной системы искусственного интеллекта на который легко мысленно можно заменить Хаттабыч между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения границы между ними кажутся зыбкими неопределенными попытаемся увидеть различия между картиной мира и языковой картиной мира мир это человек и среда в их взаимодействии отражение мира в сознании представление человека о мире информация о среде и человеке это картина мира Информация о среде человека, переработанной и зафиксированной в языке – это языковая картина мира. Носителем как картины мира, так и языковой картины мира выступает человек, языковая личность. Познание человеком объективной реальности состоит создание картины мира. Существует столько картин мира, сколько имеется наблюдателей, контактирующих с миром. Виды знаний, являющиеся источниками формирования индивидуальной картины мира, по версии лингвиста Валерия Вениаминовича Марковкина. Следующее. Врожденное знание. На уровне врожденного знания человек не отличается от животного. Знания, полученные человеком в результате его практической деятельности, опыт, взаимодействия человека с природой и социумом. Знания, полученные из текстов, с которыми человек знакомится на протяжении своей жизни. Знания, выработанные в процессе мышления. Знания, внушенные родным языком, когнитивное наследство, предоставляемое ей энтос, этносом, стартовый капитал. Картина мира человека формируется на основе всех вышеперечисленных источников. Информация о мире получается по различным каналам. Языковая же картина мира основана только на знании, внушенном родным языком, его единицами и категориями. Однако, следует учитывать, что любое знание, которым обладает языковая личность, в той или иной мере обусловлено языком. Перейдем к информации, относящейся ко второй части названия курса – Вики-система. На примере Википедии, как наиболее известной и развитой сетевой Вики-системе, рассмотрим основные цифровые пространства, которые должны присутствовать в том или ином виде в каждой подобной информационной системе. Можно выделить три главных пространства. Основное пространство статей. Служебное пространство для обмена информацией между участниками, редакторами. Личное пространство участника. Остановимся на каждом из отмеченных выше пространств детально. Основное пространство статей – это совокупность всех страниц энциклопедического содержания, то место, где создаются новые и редактируются уже существующие статьи Википедии. Любой участник может их редактировать при условии соблюдения пяти главных принципов – столпов Википедии, которые мы рассмотрим в курсе далее. Для того, чтобы понять, что вы находитесь в основном пространстве, достаточно вдлинуть верхний левый угол страницы, рядом с логотипом Википедии. Если там есть вкладка «Статья», это значит, что вы находитесь в основном пространстве Википедии. Служебное пространство предназначено для обмена информацией между участниками, представляющее собой совокупность самых разных страниц, связанных с Википедией. Это страницы помощи, правила и руководства, общие тематические дискуссии, формы, касающиеся содержимого статей и используемых в статьях источников. Если в верхнем левом углу страницы вы видите вкладку «Википедия», то вы находитесь в служебном пространстве Википедии. Личное пространство участника – это ваше личное пространство, выступающее как средство общения с другими участниками проекта по вопросам, касающимся совместной работы над энциклопедией. Каждому участнику Википедии при регистрации автоматически присваиваются две специальные страницы – личная страница участника и страница обсуждения участника. Для того, чтобы попасть в это пространство, вам нужно нажать на свой логин-никнейм в верхней части любой страницы Википедии. Страницы участников не являются статьями Википедии, их можно сравнить с визитными карточками. Обычно участники размещают на своих страницах информацию об уровне владения теми или иными языками, способов связи, месте жительства, образования, сфере интереса, в том числе с помощью специальных шаблонов, называемых юзер-боксами. В последнее время при регистрации начинающему участнику автоматически выделяется дополнительная домашняя страница, на которую выведены полезные с точки зрения Википедии ссылки и сведения, а также ссылка на страницу участника, выделенного в Википедии для помощи новичку-консультанта-помощника. Домашняя страница имеет некоторые особенности. Так она, например, видна только участнику, которому принадлежит. На ней вы не найдете кнопок «Править» или «Править код», поскольку ей управляют непосредственно боты Википедии. Эта страница видна только самому начинающему и служит для помощи в начальном пути в Википедию. На домашней странице, помимо напоминания о времени существования учетной записи и количества сделанных вами права, установлена кнопка «Настройки», ведущая к управлению настройками страницы участника и открывающая доступ к инструментам автоматизации процесса редактирования статьи Википедии. Настройки будут изучаться в нашем курсе позднее, но ничто не мешает слушателям попробовать ознакомиться с ними раньше, самостоятельно. Здесь же кнопка «Руководство», ведущая к виртуальному введению в Википедию, что также можно попробовать. Есть кнопка «Просмотреть предлагаемые правки», где Википедия предлагает выбрать области ваших интересов. После выбора одной или нескольких областей интереса к вам будут предложены статьи для внесения права. Предлагаю также попробовать. Все сделано в форме квеста. На этой же странице указан ник выбранного для вас Википедии, наставника Википедиста и возможность обращения к нему. В целом, все сделано таким образом, чтобы облегчить слушателям выполнение практической программы курса. В дальнейшем вы можете убрать домашнюю страницу из видимости через панель настроек страницы участника. Для взаимодействия со слушателями курса, используя внутренние инструменты Викисистемы, ведущими был зарегистрирован отдельный аккаунт участника Википедии. Имя этого участника – Вики-77СУ. Воспользоваться системой Википочты, обеспечивающей обмен письмами внутри Википедии, может только участник, зарегистрированный в Википедии и создавший страницу участника. Создание страницы участника будет заданием следующего занятия. В адрес участника Вики-77СУ слушатели курса должны будут направить по системе Википочты письмо о выполнении задания по созданию страницы участника. В случае трудностей в регистрации участника в Википедии и создании страницы участника, мы вам далее укажем QR-код, ведущий к ссылке на видеозапись, помогающий осуществить эти действия. При отправке письма по Википочте просьба указывать свои настоящие фамилии, поскольку выбранное вами имя аккаунта, зарегистрированного в Википедии, на это не указывает. В ином случае нам сложно будет зафиксировать выполнение задания. Во всех иных случаях возникающих вопросов рекомендуем использовать телеграм-канал, относящийся к курсу. При отправке писем по внутренней Википочте прошу указывать свою фамилию, а также номер занятия, к которому относится выполненное задание. Это упростит фиксацию выполнения вами заданий для получения зачета. Количество правок, сделанных вами, определяется автоматически при помощи счетчиков правок, имеющихся в инструментах Википедии. Внешний вид страницы участника Вики-77СУ представлен на текущем слайде. Для краткой информации об участникам, в коде страницы мы вписали несколько так называемых юзербоксов, шаблонов, показывающих на странице участника в красивом виде ту информацию, которую он считает нужным, показать внешнему миру. Мы разместили юзербоксы, показывающие отношение участника к языкам и его участию в проектах. Юзербоксов создано великое множество, и каждый участник выбирает их набор по своему вкусу. Если понравился юзербокс на личной странице какого-то участника, то можно в режиме править код, скопировать его и разместить у себя на странице. Информация о юзербоксах и о шаблонах в целом будет представлена в материалах последующих занятий. Так выглядит страница участника Вики-77СУ, созданная для ведения курса. Ее вид практически не отличается от страницы, которую должен создать каждый из слушателей. Мы отметили на ней желтой стрелкой объявление о том, что страница относится к личному пространству участника, что говорит о правильной установке шаблона User Page. Зеленая стрелка направлена на закладку в левой панели управления, через которую можно отправить письмо по системе Вики-почты. В правой части страницы синие стрелкой отмечены так называемые юзербоксы, которые выбирает сам участник. Юзербоксы предназначены для краткой характеристики участника и его интересов. В принципе, редактирование в Википедии можно ввести без регистрации и получения учетной записи. Но зарегистрированный участник получает ряд преимуществ. Зарегистрированные авторизованные участники вызывают больше доверия остальных участников и меньше претензий к правкам, чем незарегистрированные. В случае правок незарегистрированными анонимными участниками, в истории правок вместо имени участников указывается IP-адрес, динамический или статический, с которого работает анонимный участник. По IP-адресу также можно узнать достаточно много о человеке, откуда он правит, где он живет, какие еще правки с этого адреса делались. Правки анонимных участников, как правило, вызывают обоснованное подозрительное отношение патрулирующих и особенно тщательную проверку, поскольку вандалы чаще всего вносят правки как незарегистрированные участники. Любой зарегистрированный участник может сохранить анонимность. Никто не узнает, школьник это или известный ученый. В принципе, в этом случае информации об участниках сообщается меньше. С зарегистрированным участником можно легко общаться. После регистрации участник может настроить свою панель управления для удобства работы при редактировании. Зарегистрированный участник может обращаться за разблокировкой IP-адреса к любому администратору Википедии при работе через прокси-сервера. С момента регистрации участника начинает формироваться и сохраняться его история действий Википедии, из которой складывается его репутация. Первое, на что обращают внимание участники при встрече, это длительность пребывания участников в сообществе и число и качество сделанных им правок. Участник может иметь несколько аккаунтов, чтобы разделить направление правок. Статьи об истории с одного аккаунта, а о фильмах с другого. Но использование нескольких аккаунтов не должно нарушать условия, описанные понятием многоликость, о котором мы расскажем позднее. Главное, при наличии нескольких учетных записей запрещено создавать ложное представление, что аккаунты принадлежат разным лицам, например, при проведении голосований. Такие действия могут привести к блокировке участника. Для проверки таких случаев существует специальная группа участников, называемых проверяющие, у которых есть программные инструменты для выявления подобных случаев через анализ IP-адресов и характер правок с проверяемых аккаунтов. Когда вы правите в сети интернет, то остается громадное число следов. Существует правило док-тест, по которому идентифицируется стиль адреса правки проверяемого участника, по которым практически всегда можно определить совпадение. Учетная запись должна быть индивидуальной. С нее не должны делать правки несколько участников. Если это будет выявлено, то учетная запись будет заблокирована. Главное, что ваша страница участника не должна использоваться не по назначению, например, для откровенной рекламы. В основном рекомендуется сообщать основную информацию о себе и своих интересах, которую вы считаете важным донести до участников. В случае наличия учетной записи и создания своей страницы, остальные участники Википедии могут обращаться к участнику через страницу обсуждения. В отличие от приватного способа общения при помощи Википочты, такое общение абсолютно открыто. У каждого участника после создания своей страницы возникает автоматически страница обсуждения участника, через которую к нему открыто могут обращаться с вопросами остальные участники проекта. Вы можете задать вопрос любому участнику через его страницу обсуждения по поводу его правок или попросить у него помощи в каком-либо вопросе. Большинство участников готовы помогать другим, чему вы находите подтверждение в том, что при регистрации на вашей странице обсуждения появляется приветствие от опытного участника куратора и предложение его помощи при возникновении у вас проблем. Запрос на эту помощь вы можете оформить, обратившись к нему с вопросом на его странице обсуждения. На слайде показана страница обсуждения участника Викиси МСУ с примерами вопросов слушателей. Важно понимать, что общение через страницы обсуждения должно происходить корректно в соответствии с правилами Википедии об этичном поведении, а также, что все, что вы напишете, сохраняется навсегда. В случае обнаружения оскорбительных реплик, и то на участников, сначала предупреждают, а затем блокируют. Нельзя раскрывать личную информацию об участнике, связанную с внешним миром. За их публикации участники тоже блокируются, поскольку всю информацию, которую участник хочет сообщить о себе, он размещает на своей странице. Важно знать, что страница обсуждения остается навсегда, после регистрации. Иногда участники могут просить администраторов удалить свои страницы участников, например, чтобы их не беспокоили письмами через Википочту, или они не хотят более сообщать обществу о себе ничего. Но после удаления страницы участника, страница обсуждения участника продолжает существовать. На нашем курсе в качестве тренажеров для практической работы с Викисистемами и выполнения заданий используются две сетевые платформы. Комплекс проектов фонда Викимедиа, в число которых входит Википедия, и комплекс проектов сетевой энциклопедии Рувики. Учитывается и оценивается баллами выполнение заданий к занятиям в каждой из Викисистем. Полученные баллы суммируются. На слайдах презентации будут показаны QR-коды, ведущие к ссылкам на видеоролики, помогающие выполнять задания каждого занятия. Заданием первого занятия является регистрация слушателей в обеих Викисистемах. Для облегчения процесса регистрации учетной записи и создания личной страницы участника в Рувике снят видеоролик, QR-код с вызовом которого размещен на текущем слайде. Для облегчения процесса регистрации учетной записи и создания личной страницы участника в Википедии также снят видеоролик, QR-код с вызовом которого размещен на текущем слайде.